МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дышать вредно. После этих запахов просто тошнило. Пенсионеров из Кемерово 24 часа в сутки преследуют запах жареной курицы и специй. Водный кризис на совхозной улице. Я простой работяга. Жители частного сектора в Кемерове на три дня остались без воды. Человек погиб, и только после этого начались проверки. Директор предприятия сказал, что исправят все нарушения досрочно. Одну из площадок завода Восток Полимерхим закрыли по решению суда. Куры-гриль для одних излюбленное лакомство, для других тошнотворная пища. Запах жареной курицы и специи уже три года отравляет жизнь кемеровских пенсионеров из 24-го дома по проспекту Ленина. Дело в том, что на первом этаже расположен магазин крестьянского хозяйства Волково, в котором каждый день готовят куры-гриль. О борьбе за чистый воздух Лариса Михеева. Вот здесь у них расположен гриль. Вот так сейчас они его поставили. Сначала он где-то там стоял, а теперь они его вот тут поставили. Под ногами гриль-машина, в двух метрах от кровати вентиляционная шахта. Эта квартира находится прямо над магазином крестьянского хозяйства Волково. Маргарита Федоровна и Анатолий Васильевич страдают больше всех из этого дома. Вот уже три года пенсионеров преследуют запах жареной курицы. Вот у меня муж в пятницу кабачок чистил, тут картошку чистил. И вы знаете, смотрю, бросил все, побежал скорее звонить. Я думаю, куда он звонит? А он заведующий магазин. Он говорит, что вы там делаете? А она ей говорит, а что такое? Она говорит, да у меня из глаз льется, из носа. У меня заложило нос, я не могу дышать. Вот настолько это было в пятницу особенно. Она говорит, ой, что-то и у нас сегодня здесь пахнет. Ну мы сейчас включим побольше вот этот вот, чтобы вытянуло. Собрание актива жильцы 24-го дома по проспекту Ленина теперь проводят часто. На повестке дня всегда один и тот же вопрос. Как бороться с Волковым? Продукцию этого крестьянского хозяйства они уже на дух не переносят. Как-то пошли гулять после этих запахов. Просто-напросто тошнило. Я вернулся с прогулки. Ну и вот. Своё право на чистый воздух жители дома отстаивают с 2009 года. Именно тогда владельцы магазина решили начать здесь свой прибыльный бизнес по изготовлению курочек-гриль и почему-то в жилом доме. Думаю, конечно, куры там перерабатываются не первой свежести. Ну и они жарятся. И вот этот жир, как поднимается вот этот жир, пар поднимается кверху, а потом он, можно сказать, на нас и капает. Испорченную курицу надо же перерабатывать, её надо продавать. Деньги. Как они? Естественно. Тут, мне кажется, любой пионер поймёт, что гриль – это переработка несвежей курицы. Жильцы дома не один раз просили убрать гриль-машину. Объясняли, живут здесь в основном старики. У каждого букет заболеваний, в том числе и дыхательных путей. Да и вообще, кому полезно дышать канцерогенами. Но к мольбам пенсионеров руководство крестьянского хозяйства Волково равнодушно. И жители которых говорят, что нет там запаха. Кому-то, в силу его психофизиологических особенностей, кажется, что запах есть. Я считаю, что расположение гриля в каком-то торговом помещении само по себе не способствует снижению уровня жизни жителей данного дома. Раз сотрудники Волковского хозяйства их не понимают и слушать не хотят, местные жители обратились в Роспотребнадзор с просьбой проверить уровень вредных веществ в воздухе. Оттуда пришёл ответ. В 2009 году, по данным исследований, в квартирах содержание диоксида азота превосходило предельно допустимую норму на 20%. В 2010 году новые замеры воздуха никаких превышений не показали. Но запах-то как был, так и остался. Учитывая, что здесь это частный предприниматель Волков, и что он теперь депутат, ну, думаю, что все замеры, которые будут, они будут против нас, у них будет всё нормально. Вместе с жильцами мы зашли в магазин. В нос ударились сразу несколько запахов. Жареные курицы, колбасы и цемента. Оказывается, здесь идёт реконструкция, а рядом на гриле жарят кур и продают колбасу. Вы сегодня включали его? Включали. Насколько вы её включали? Я же не один раз жарю. Считать, сколько раз? Нет, ну, ориентировочно. Вот в пятницу, в субботу и воскресенье нам невозможно жить было. Мы хоть из дома убегаем. Здесь моей вины нету, потому что я не провожу вентиляцию, я только жарю. Вы вот чувствуете, что вам он мешает или не мешает? Вы-то чувствуете? Пахнет. Когда работают немножечко, если вы не будете... Да вот вы, знаете, вот заходишь к вам, даже сейчас пахнет. Вот, вы утром... Не пахнет. Заведующая магазином рассказала, что буквально пару недель назад у них была очередная проверка. Разрешение есть и всё в порядке. У нас получено соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение от 31 октября этого года, если мне память не изменяет, о том, что помещение соответствует требованиям САНПИН, предъявляемым к расположению торговых помещений в жилых домах. Исследования воздуха на этот раз делали почему-то только в магазине. В Роспотребнадзоре от комментариев отказались, а юрист Волковского хозяйства заявил, что за квартиры жильцов они не отвечают. Но о людях всё же заботятся. Потребители жаждут жареной курицы, а значит, гриль-аппарату в магазине быть. Жители дома единогласны. В погоне за прибылью в крестьянском хозяйстве Волкова забыли об элементарной человеческой ценности – уважении к старикам. Зое Николаевне 88 лет. Неужели её муж сражался на войне для того, чтобы его вдова в таком почтенном возрасте вдыхала отходы чужого бизнеса? Лариса Михеева, Аркадий Кемеев, Дмитрий Шилов. Новости моего города. 15 ноября – памятная дата для правоохранительных органов России. 24 года назад в этот день в СССР были созданы подразделения по борьбе с организованной преступностью. В честь этого события в Кемерове была установлена мемориальная доска памяти одного из основателей областного УБОП Владимира Мархинина. Владимир Александрович возглавил управление в 1994 году на пике расцвета преступности в Кузбассе. За 13 лет сотрудники его подразделения пресекли деятельность 70 преступных групп, попутно отправив за решетку 10 воров в законе. Те, кому довелось служить под началом полковника Мархинина, сегодня называют его не иначе, как учителем и легендой. По словам коллег Владимира Александровича, само здание, в котором он работал, является лучшим памятником ушедшему из жизни офицеру. Здание, которое он тоже сам строил, то здание, где он провел многие-многие годы, и то здание, в котором были разработаны такие операции, которые заставили организованную преступность сдрогнуть, ну и спокойно жить жителям Кузбасса. Единая Россия выдвинула на пост главы города Кемерово Валерия Константиновича Ермакова. Сегодня в областной столице прошла внеочередная конференция Кемеровского отделения партии «Единая Россия». Основным вопросом повестки дня стало выдвижение кандидата на должность главы города Кемерово на выборах, которые пройдут 27 января 2013 года. На альтернативной основе в ходе тайного голосования большинством голосов выдвинут Валерий Ермаков, в настоящее время исполняющий обязанности главы города. На горячую линию нашего телеканала позвонил пенсионер из Кемерово. Ветеран сообщил, что улица Совхозная, на которой он проживает, уже три дня сидит без воды. От безысходности он собственноручно копает землю, чтобы найти место прорыва. Что такое водный кризис и как с ним бороться, выяснял наш корреспондент. Три дня назад пенсионер Александр Александрович Рожнев обнаружил, что остался без воды. Точнее, вода лилась, но не из крана, а из-под земли. На его участке прорвало трубу. Я обнаружил утечку воды. В понедельник утром вызвал воду. Водоканал позвонил. Приехали, воду отключили. А колодец у нас, задвижка, не работает. Она уже 15 лет не работает. Они кувалды подбили, все, в краны вода не пошла, а сюда идет. Прождав без воды пару дней, ветеран попытался сам разобраться с прорывом. Но получилась только глубокая яма во дворе, для которой у специалистов даже нашелся специальный термин. Пульпа. Пульпу ведром отчерпали, чтобы хотя бы трубу найти. Утечка где-то. Вот еще на полметра сюда лопаты прошурфили. Утечка может быть здесь, может здесь, может здесь. Напор из ямы аварийные службы все же остановили, хоть и пришлось оставить без воды несколько десятков домов. Но вот с дальнейшим ремонтом возникли проблемы. Я простой работяга. Меня прислали на утечку, устранить утечку. Вот это котлован копать вручную мы не должны. Выйти из тупиковой ситуации помогли сотрудники городской службы спасения. Нашли порыв, новую трубу привезли, с подполья пробили, заварили все. Я им спасибо, спасибо большое. Они не за что, это наша работа. Водный кризис, терзавший улицу совхозную три дня, оказался побежден спасателями всего за пару часов. Александру Александровичу осталось только закопать яму во дворе и надеяться на то, что аварий больше не будет. Аркадий Кемеев, Сергей Юрин, Константин Червяков. Новости моего города. Практически каждый автомобилист не понаслышке знает о проблемах получения страхового возмещения по ОСАГО или КАСКО. Ведь очень часто попытки добиться выплаты от страховой компании превращаются в сущее издевательство над автовладельцами, которые вынуждены выслушивать самые нелепые отговорки страховщиков, пытающихся затянуть с выплатой или попросту отказать в ней. Если у вас есть споры со страховой компанией, звоните нам на телефон горячей линии 8 933 300 0300. Мы сделаем так, чтобы вас услышали. 22 миллиона из областного бюджета выделено на расчистку малых рек по соглашению губернатора Романа Тулеева и руководителя Федерального агентства водных ресурсов Марины Селивестровой. Сегодня об этом сообщили на официальном сайте Кемеровской области. Заместитель губернатора по природным ресурсам и экологии Нина Вашлаева рассказала, цитирую. Деньги пойдут на расчистку рек Большая Камышинская и Курыскитим, находящихся в черте Кемерово. Цель работ – предотвращение негативного воздействия вод во время паводка для населения и объектов жизнедеятельности. Всего же в 2012 году на эти цели в Кузбассе направлено 54,5 миллионов рублей. А за последние 6 лет выполнены работы в Киселевске, Осинниках, Новокузнецком районе, Мысках, Ленинск-Кузнецком районе. С 2009 года ведется расчистка реки Кондомы. На сегодняшний день приведено в порядок 14 километров территории. Одну из площадок печально известного Кемеровского завода «Востокполимер Хим» закрыли. Ростехнадзор выявил нарушение. Напомню, недавно на предприятии произошел пожар. Сотрудник завода, 25-летний Сергей Солдатенков, получил серьезные ожоги и умер через неделю в больнице. Инспекторы Ростехнадзора пришли к выводу, что оборудование на предприятии сильно устарело. И суд постановил приостановить эксплуатацию одной из его площадок на 60 дней. Директор предприятия, конечно, сказал, что исправят все нарушения досрочно, то есть приобретет новое оборудование. Ну а пока наши сотрудники внимательно контролируют исполнение этого решения. В том случае, если директором предприятия будет нарушено требование сливных приставов, то есть предприятие начнет свою работу раньше, а именно указанная площадка, то он может подлежать ответственности. Вплоть до уголовной по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. Годовалые малыши в Кузбассе теперь более здоровые. Это показали исследования кемеровских врачей. Такие приятные данные поведали сегодня молодым мамам, пришедшим на одну из регулярных встреч с руководством поликлиники детской больницы номер 7. Ирина Мешкова встретилась со счастливыми родителями здоровых детей. Это похоже на пресс-конференцию с лучшими педиатрами, но вопросы задают не журналисты, а молодые мамы. Место проведения – отделение здорового ребенка. Такие теперь есть во многих кузбасских поликлиниках. Родители могут спросить то, что волнует, и предложить свои варианты улучшения работы медучреждения. Такие мероприятия для специалистов – дополнительный стимул работать лучше, ведь иногда на свой ежедневный труд неплохо взглянуть со стороны. В первые годы жизни малыши с мамами неразлучны, поэтому и на встрече с руководством поликлиники тоже присутствуют. Вопросов у них, конечно, пока нет, зато им здесь всегда есть чем заняться. Игрушки на любой вкус и цвет. В свой самый первый год жизни человек развивается так активно, как никогда больше, даже если сложить все дальнейшие лета воедино. В эти стартовые 12 месяцев происходит становление организма, а значит и здоровья. В 2007 году с вступлением приоритетного национального проекта «Здоровье» детям первого года жизни введена новая диспансеризация, которая включала в себя диагностику заболеваний уже на ранних стадиях и этапах жизни ребенка. Ребенок только родился, а его уже обследуют, чтобы выяснить, есть ли генетические болезни. Затем УЗИ всех органов и систем, а также приемы узких специалистов. И все это не зря. В первые месяцы жизни у маленькой Риты обнаружили шумы в сердце, провели необходимое лечение и страшных диагнозов удалось избежать. Ее мама общалась с медиками детской поликлиники чуть ли не чаще, чем с родными и друзьями. Вопросов было, конечно, очень много, потому что вот иной раз пятнышко возникло у ребенка, то ли это сыпь, то ли это у ребенка потничка, то ли еще что-то. Не знаешь же, да, вот откуда ты это можешь знать. Научиться о замматеринства можно не только на приемах у терапевтов, но и в комнате здорового ребенка. Если в вопросах питания или режима малыша достаточно теоретических знаний, то вот в вопросах массажа или грудничковой гимнастики нужна практика. Быть хорошей мамой здорового ребенка нужно учиться. Елена Мешкова, Дмитрий Шилов, Новости моего города.